Мои, ну скажем так, они двоякие. И опять-таки закрадывается неуверенность. Неуверенность, и потому как нам, скажем так, конкретных не сказали, что вот уверенности, что да, вот мы конкретно разберемся. Вот нет уверенности даже в наших действиях, нет конкретных. У вас нет уверенности в ваших действиях или в последующие действия прокуратуры? Последующие действия прокуратуры. Спасибо. Пожалуйста, вам слово представьтесь, пожалуйста. Генеральный директор ООО Славянского, Газпознегов Алексей Владимирович. Не увидел я, честно говоря, своего желания разобраться в ситуации и понять нас. Очевидно, будем переходить к более под решительными действиями. Под решительными действиями вы понимаете, что? Наверное, мы подумаем. Подумаем, да, варианты разные. Пожалуйста, вы. Вы вместе. Сергей Алексеевич, представьтесь, пожалуйста. Директор Кубанские деликатесы. Скажу, одно время покажет, обещали разобраться. То есть надежда у вас есть, что будет серьезная аспиральность? Посмотрим. Спасибо. Вы представляете, с нами. Голубой Плюс, Лиана Шапарь, вот Александр мой муж. Если он скажет. А, представим, да, вы вместе. Я присоединюсь. Вот человек сказал, время покажет. Обещали разобраться. Сейчас оценку какую-то давать рано. Надо, в любом случае, информация прошла. Надо действительно, может быть, разобраться. Ну, а там, поживем, или посмотрим. Ну, конечно, ощущения сильно двоярные. Но, в любом случае, я думаю, что, если первый лиц услышал и дал какие-то обещания, то, скорее всего, конечно, будут серьезные действия. И, наверное, судя по работе комиссии, мы их видим. Да, Владимир Владимирович, директор ООО «Странсбурглас». Ну, в принципе, сегодня что, ничего другого мы и не слышали. Это, по крайней мере, мое мнение. То же самое, что было и в Славянске на быване, да, на предыдущем заседании. Точно так же обещали разобраться, посмотреть выставку. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Вам слово. И я хочу попросить вас сказать вот что. Вы первый раз встречаетесь с прокурором в государственном праве? Да, первый раз. А? Я первый раз встречаюсь. У меня не было это желание, позиции. То есть, если происходит общение с таким банком руководителей, то кто-то из двух сторон недорабатывает. Поэтому общение чисто в личном плане оставило приятное впечатление. У меня вопросы по мне и по моему предприятию решены. То, что касается моих коллег, в кем мы живем и работаем в одном районе, я не переживаю, потому что я, что называется, профессионально. Есть позиция, что если мы не будем следить за тем, чтобы наши права соблюдались, то всегда есть соблазн их нарушить. Скажите, ваши проблемы решены с помощью прокуратуры? Да, в принципе, да. Это уже после того, как вы привлекаетесь, протеста предпринимателей. То есть, вы уже первое предприятие, которое может сказать, что благодаря вмешательству прокуратуры мы и проблемы решены. Да, у меня там вопрос, на самом деле, по сравнению с другими предприятиями... Не столь сложный. Абсолютно, не того уровня. Просто я понимаю, что если так в районе решается... Продается ситуация, потом какие-то с нами решается, то мне нужно было принять участие и поддержать коллегу. В том, что произошло у нас в Сайдске. У нас впечатление положительное, скорее всего. Дело в том, что мной задан был вопрос, который касается, наверное, всей прокуратуры края. Я спросил, как прокурор воспринимает этот случай, как системной прокуратуре или как отдельно, исключительный, выходящий за рамки? Ну, дело в том, что он заверил, что им предприняты были все меры. Он сказал, что во многом заменены кадровые составы прокуратуры края. И что такие отдельные моменты будут пресекаться на корне. Он во всем разберется. Ну, человек быстро схватывающий, да, входящий в ситуацию. И тем более он пообещал, что он будет приезжать в районы по каждому вот такому обращению. И конкретно, лично, с каждым беседой. Я думаю, это не конец. Это только начало... Начало наше. Продолжение следует...